Городская акция «Покормите птиц» выходит на завершающий этап. До окончания приема конкурсных заявок осталось две недели. Учащиеся третьего класса школы номер 7 города Кохмэйт приняли участие в номинации «Мой вклад» и собрали для пернатых под кормку. Мы любим участвовать в таких мероприятиях. Мы узнали о мероприятии из интернета. Я им предложила, они с удовольствием откликнулись. И мы собрали корм для птиц. У нас получилось 15 килограммов корма, приносили зерно, пшено, хлеб. Представители комитета конкурса «Покормите птиц» провели для ребят особенный урок. Напомнили детям, чем можно кормить пернатых, и в игровой форме рассказали о птицах, которые зимуют в нашем крае. Так называют человека, который разносит сплетни. Ворона? Не ворона. Сорока. Сорока, конечно. Сорока на хвосте принесла. Смотрите, хвост какой длинный, как раз, чтобы сплетни разносить. Акция «Покормите птиц» набирает обороты. Работы поступают по всем шести номинациям. Зарегистрированы уже свыше сотни заявок. Радует то, что активное участие принимают ребята из дошкольных образовательных учреждений. И ребята не только городские города Иваново, но и из районов. Таких районов, как Родниковский, Пущежский, Лувский, Юревецкий, район Кенишемский, уже приняли участие в нашей акции. Под кормка для птиц, собранная в рамках номинации «Мой вклад» поступает в центр внешкольной работы номер 2 на улице Швандиной, где располагается оргкомитет конкурса. Сейчас в зерновере уже свыше 117 килограммов проса, овса и пшена. Зерно мы передаем в ботанический сад, где у нас уже установлен птичий городок, несколько кормушек. Там за ними присматривают работники ботсада. А также на следующей неделе у нас планируется создать еще один птичий городок недалеко от нашего центра внешкольной работы номер 2, который также будет пополняться благодаря этому зерну. Ученики седьмой школы не только приносят зерно для конкурса, но и не забывают подкармливать птиц около школы. Я узнала, что птицы, они очень красивые, их надо под камерами левать, и можно увидеть еще другие птицы, которые, например, могут прилететь из других стран. Птиц надо кормить семечками, овесом, орешками. От возможности наблюдать за пернатами дети получают огромное удовольствие, а птице – возможность выжить в экстремальных условиях. Зима еще не закончилась, поэтому спешите сделать доброе дело и покормите птиц. Итоги городской акции будут подведены 1 апреля. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.